Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложение. Я решила сегодня выбрать вопрос, сколько нужно денег, чтобы жить там, где хочется. И вроде как предложение и нетрудное, но первое, что здесь возможно нас может смущать, это то, что нет подлежащего. Непонятно, кому нужно денег, кто собирается жить, кому хочется жить там, где хочется, и всё вот это вот. То есть у нас нет сабжекта. Далее. У нас, по сути, скрытое, такое завуэлированное, сложное предложение. Итак, попробуем сначала дословно. Сколько денег? Первое, что нужно помнить, деньги в английском языке неисчисляемые. Деньги – это идея, поэтому можно посчитать доллары, евро, шекели, ну что угодно, только не деньги. Поэтому у нас будет не how many, как очень сильно хочется, а how much. Сначала придётся перевести сколько, потом денег, а потом нужно. How much money? И далее у нас два варианта. Либо придумать с потолка подлежащее. Мы помним, что есть фиктивные подлежащие, типа you, they, one, people, там и прочее. Но можно и ничего не придумать. Мы помним также, что есть passive voice, где, ну если мы не знаем, кто делает действие, или не хотим знать, кто делает действие, можем passive voice поставить. How much money is? У нас неисчисляемое, опять же. Needed – получается как бы вопрос к подлежащему. На самом деле money здесь ничего не делают, они просто здесь находятся, но они как бы выступают в данном случае сабжектом. А далее чтобы жить? Мы помним, что если у нас чтобы, значит будет инфинитив. Так и есть. To live. И далее где хочется? Кому хочется? Ну нам хочется, наверное. Поэтому здесь как вариант можно поставить where you want, where we want, where one wants и так далее. Я поставлю you, почему бы и нет. И знак вопроса. Итак, у нас получается достаточно сложное предложение, потому что у нас с одной стороны пассивная конструкция. Далее надо помнить, что money неисчисляемое, поэтому нужно is. У нас также по сути вопрос к подлежащему. У нас чтобы, которое инфинитивом будет передаваться. Далее после чтобы у нас еще целое придаточное предложение. Вот это там, это where по сути. Как можно было бы еще? Здесь вряд ли получится проще. Проблема в том, что здесь, к сожалению, простоты не будет. Здесь будет сложная грамматика. Из этого мораль. Если мы видим коротенькое предложение, не факт, что оно простое. Итак, второй вариант, наверное, будет так. Если я не хочу пассивную конструкцию, это первое, что мне здесь не нравится. Вот, допустим, я не люблю пассивы. Что делать? Ну, опять же, придумать подлежащее, поэтому начало не изменится у нас. How much money, как было, так и есть. Здесь, в принципе, money можно не ставить. Вот, не поставим его. Представим себе, что есть контекст. Представим себе, что мы говорим о деньгах, беседуем с человеком, который живет в прекрасном месте, и вот мы задаем ему вопрос, сколько же нужно для этого денег. Поэтому слово money мы можем опустить и сказать такое. How much? Дальше мы ставим do, you. You – это наше фиктивное подлежащее. Дальше need. Здесь у нас need выступает смысловым глаголом. Он не модальный в данном случае. Я поставлю вместо leave. Мне надоело leave. Leave – это очень такой избитый вариант. Я поставлю reside. Resite – это, собственно говоря, проживать. От этого слова resident – житель, от этого слова residential area – жилой район, и reside – это глагол проживать, находиться, обитать где-нибудь. И дальше вместо вот этого where я сделаю немножко усиления, то есть как бы в любом месте, где тебе хочется. Я поставлю wherever. И дальше you want. Дальше все то же самое. Это можно было wish поставить, можно want поставить, можно desire поставить. Это уже что кому больше нравится. Where ever мне покажет, что я не привязываюсь к конкретному месту. То есть получается, что мы с человеком беседуем как-то отвлеченно, и вот мы говорим о любом месте, в каком я хочу жить. Сегодня я хочу жить здесь, завтра я хочу жить там, послезавтра еще где-нибудь. Вот сколько мне для этого надо денег, чтобы жить вообще где угодно, где мне хочется. Для этого мне понадобится вот это wherever. Если я просто where поставлю, where даст мне больше конкретики. То есть, возможно, это ситуация, когда человек уже живет, где он хочет, и вот я с ним беседую и спрашиваю, сколько же нужно тебе денег для того, чтобы жить, где ты хочешь. То есть, wherever дает больше неопределенности. Далее. Почему все-таки здесь стоит смысловой глагол? Почему нельзя поставить модальный? Модальный можно, но тогда вылетает to, и предложение становится немножко неудобоваримым. How much need you reside where you want? То есть, мы теряем суть. Получается, сколько тебе нужно проживать. Нам здесь модальный глагол не подходит. Когда у меня появляется чтобы, у меня не будет need как модального глагола. Model у меня тогда исключен. И поэтому мне приходится ставить смысловой глагол какой-нибудь. Далее. Что еще можно здесь было придумать? Допустим, у меня ситуация, когда вот я хочу избежать этого need. Я не уверена, можно ли как смысловой здесь ставить. Непонятно, модальный, немодальный. В общем, какая-то неясность. Как выкрутиться из положения? Можно сказать, что сколько денег необходимо, чтобы проживать, и это тоже будет правильно. То есть, how much money? Здесь желательно money поставить. А далее. Is it necessary? По сути, это тоже вопрос с фиктивным подлежащим. Просто вместо you у меня it стоит. Ну, можно же, если хочется. Далее я еще влеплю to have, иметь, то есть необходимо иметь. А далее, вместо того, чтобы ставить инфинитив, я схитрю и поставлю for, для. А после for мне можно ставить либо инговую форму, либо существительную. И я поставлю здесь inhabiting, населять. Это вместо reside, вместо live. Можно и to inhabit было поставить, ради бога, как вариант. А далее, чтобы не говорить вот это wherever you want, where you want и так далее. Если я хочу где-то жить, значит, это, наверное, ну какая-то моя мечта, что ли. Можно, в английском есть очень классная штука для этого. Your dream place. Место вашей мечты. При этом place нужно понимать, что это не просто место. Это дом, это район, это замок, это что угодно может быть. Это место жительства в данном случае. Поэтому не нужно думать, что place – это обязательно только стул, на котором я сижу. Можно ли было здесь for living поставить? Конечно, можно, без проблем. Ладно, попробуем еще. Если я по какой-то причине не хочу ставить how much. Ну, допустим, я не уверена. Исчисляемое money, неисчисляемое. Что вообще странно, конечно, как можно такого не знать. Но, тем не менее, вот не хочу. Как выкрутиться? Можно же сказать, насколько большая сумма денег. Сумма исчисляемая, поэтому how big. Если я хочу подчеркнуть, что сумма, ну, скажем так, не маленькая, я здесь даже э могу поставить в роли усилителя. То есть, насколько внушительная сумма. Дальше мне желательно поставить money. В принципе, в контексте, опять же, это можно не делать. Но, если все-таки я хочу уверенно себя чувствовать, по какой-то причине, опять же, это не обязательно. Ради бога, можно of money еще поставить. А далее, is crucial, то есть, необходимо или крайне необходимо. А далее, for living, это вместо inhabiting, вместо residing, можно living, конечно же. In, кстати, residing, если здесь поставить, здесь тоже будет in стоять. А вот inhabiting, не нужно предлога. То есть, если я хочу избегать лишних предлогов, можно поставить inhabit. Inhabit лучше в этом смысле. А далее, once, это чтобы безотносительно ко всем людям. Dream place. То есть, в месте, о котором мечтает какой-либо человек. Вот таким вот образом. Ну, это, пожалуй, все варианты, которые я сейчас могу придумать. Итак, самый зубодробильный, но и самый понятный, так, это с точки зрения общепринятой теории, это, конечно, первый вариант. Но самый понятный с точки зрения теории не значит самый простой. Поэтому, да, однозначно, если мне нравится passive voice, нужно помнить, что здесь passive voice. Далее, второй вариант прекрасен, и лично мне он нравится больше, чем первый, хотя бы потому, что здесь нет passive. И здесь все просто, здесь никаких лишних слов, здесь все понятно, как по мне, the best. Далее, третий вариант. Почему бы и нет? Если я не хочу need ставить, если я не хочу морочить голову с этим you, но мне хочется is it. Нужно помнить, что is it или it сделает предложение более формальным. Тоже можно, если хочется. Далее, четвертый. Ну, с четвертым вариантом немного проблемы, потому что нужно знать, что вот так можно выкрутиться. Далее, ну, в принципе, вместо crucial можно necessary было поставить, или там еще чего-нибудь. Essential, в конце концов, тоже как вариант можно было бы. Далее, for living не обязательно было делать, можно тоже поставить to live, если, опять же, меня напрягают вот эти ing. И далее нужно знать, что есть one, что это местоимение, которое фактически заменяет нам любого человека. Можно с ним делать притяжательную форму. Нужно знать слово dream place. Нужно знать, что так можно делать. Ну, то есть, здесь требуется не так знание грамматики, как знание слов. Опять же, add для усиления, если я этого хочу, of money, если я хочу больше конкретики. Хотя сам говорит само за себя. Сумма. Понятно, что денег, чего еще сумма здесь может быть. Это далеко не все варианты, которые здесь могут быть. Здесь может быть и еще. Это самые такие очевидные и самые такие, ну, как говорится, доступные с точки зрения общего уровня знаний. Здесь можно еще придумать с условием. Условие вполне может быть, как реальное, так и нереальное. Сколько нужно было бы денег, если бы вы хотели жить в этом месте. Вот что-нибудь такое можно придумать. Можно было бы еще как вариант повертеть его с точки зрения инверсии. Здесь очень питательная среда для инверсии. Далее. Здесь еще можно кучу синонимов подобрать для live, для reside, для вот этих where, wherever, the place, the neighborhood, the country и еще там, еще чего-нибудь. Ну вот, пожалуй, со словом сколько вряд ли что-нибудь придумается. Но со словом деньги, для денег в английском масса слов и выражений. Нам совершенно не обязательно здесь ставить money. Если мы откроем словарь и посмотрим, чего там только нет, как аналог money, как формально, так и неформально, как очень неформально и очень по-уличному, так и более-менее, ну, более-менее формально я уже здесь написала, по-моему, вряд ли что-то формальнее еще может быть. Как говорится, всем интересующимся словарь в руки. Итак, ссылка на скриншот всего этого будет в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по переводам предложений. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.